Летопись Добрых дел Иркутска, книга под таким названием, появилась в областном центре. В нее вошли имена людей и названия организаций, которые в течение этого года добровольно и бескорыстно занимались тем, что делали родной город Иркутск лучшие краши. Сегодня большинство и 350 участников проекта собрались в одном зале. Спасибо им сказали депутаты городской думы Законодательного собрания Иркутской области, чья идея – организовать акцию Добрых дел, так удачно воплотилась в жизнь. Песня наша русская, поет совесей. Люди разного возраста, молодежь и пожилые иркутяне убирали и красили свои дворы, сажали цветы, помогали детским домам и приютам. Меня очень любезно пригласили на сегодняшнее торжественное мероприятие, которое посвящено награждению, чествованию людей, которые вложили немало сил, каждый, конечно, в меру своих возможностей, но все эти дела очень яркие, в то, чтобы преподнести нашему городу ко дню его юбилея какие-то подарки. Я знала об этом проекте достаточно давно, но вот сегодня, в день неочествования, мне особенно приятно пообщаться с людьми, узнать много нового, о том, какой вклад они сделали в то, чтобы город расцвел, город достойно отпраздновал свой юбилей. Депутаты законодательного собрания не были только родителями проекта, но и сами принимали активное участие. Благодаря их стараниям ремонтировались детские сады и школы, появились новые детские площадки и скверы. Это светло и солнечно. 350-летие, оно должно войти в летопись Иркутской области и города Иркутска особенной страницей. Страницей созидания, преемственности между поколениями. И, пожалуй, сегодняшний праздник, где празднуются наши жители Иркутской области и горожане, сделавшие добрые дела все вместе. 350 добрых дел. Они записали их в большую книгу. Эта книга будет продолжаться другими поколениями и этими же людьми, которые сегодня получают заряд любви, радости и единения с нашим городским сообществом. Наталья Вулина, Александр Пахомов. Новости.